Поехали! Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. В этом случае, почему, имея столь серьезное вооружение, технологии, атомные бомбы и прочее-прочее, все-таки не удалось сломить Советский Союз? Ведь на его стороне и вся Европа воевала, как известно, и много чего другое было. Но здесь все очень просто. Они, когда пытались захватить Россию, когда встретили массовое сопротивление населения, они поняли, что никто им служить не будет. Русские не будут рабами. То есть они поняли, что проще захватить власть сверху. А так впрямую захватывать бесполезно. Русских не покорить. И поэтому решили, в общем-то, ну выиграют войну хорошо. Не выиграют, ну тоже хорошо. И они вывезли вот свою новую швабию, да, все достижения свои, все разработки. Ведь смотрите, когда стали смотреть, сколько лабораторий занимались теми же самыми летающими тарелками, всякими там носителями, их было несколько, да, и они все с друг другом не были связаны. Совершенно разные работы происходили. Особенно ведь то, что связано было с управлением человека. То есть вот это психическое оружие, о котором сейчас говорят, только начали говорить. А у Гитлера тоже все было налажено. И потом вы не забывайте, что их поддержали древние православные. И они, в общем-то, до 1943 года, до войны, до битвы при Сталинграде, они его поддерживали и снабжали его информацией. А что самое ценное вообще? Ни деньги, ни власть. Самая ценная информация. Она потому что дает и деньги, и власть, и что угодно. А древние православные в этом плане прокололись, потому что их разбомбили после 1943 года. Германские же летчики уже вместе с советскими войсками бомбили непрописных, у которых были и города, и селы, и леси. Вот их всех, в общем-то, истребляли. Ну, почти всех истребили. Всех, конечно, не истребили, но кое-что осталось, конечно. Вот. И поэтому, в общем-то, Гитлер не стал применять ни ядерное оружие. Хотя, в общем-то, вот после уже окончания войны, когда кого-то там казнили, кого-то посадили, вот. И потом, видите, нет уверенности, что всех посадили. Ведь у нас, смотрите, появились такие, допустим, факты. На дерьминском процессе к ним в камеру, к каждому из этих преступников приходил человек. Без ключей, без всего, проходил сквозь стены и беседовал с каждым. Ну, естественно, он мог нужных, кому поменять людей, того же Кейтеля, например, того же Геринга, например. Геринг же изменился здорово, да, вы помните этот момент. Ну, говорят, что он там похудел, все прочее. Он же был толстый. Он очень резко похудел, надо сказать. То есть, Геринга, вполне возможно, тоже подменили. То есть, не все приняли казнь. Реально. Да, я думаю, что когда есть заинтересованность в каких-то технологиях и в каких-то документах, а тем более по официальной версии Германия сдавалась со всем вооружением союзникам, и союзники готовы были переформатировать армию германскую, немножечко дополнить и послать на восток, добивать Советский Союз. Поэтому я думаю, что те, кто был заинтересован в технологиях, в управлении, они просто-напросто и без прохождения сквозь стены могли менять тех людей, которые им были нужны. И таких фальсификаций огромное количество, когда просто одного якобы водили на допрос, потом появлялся какой-то другой, чем-то похожий, но вроде бы не тот. Так что здесь, может быть, даже и мистическую сторону затрагивать не обязательно, потому что когда, как вы правильно сказали, идет разговор об информации, которая в себе таит и технология, и управление, и через это деньги, то в этом случае там все делается намного проще, нежели чем призвание каких-то сил, которые способны раздвигать стены и пространство. Но это моя сугубо личная точка зрения, поэтому я думаю, там все проще было. Как и с Гитлером с тем же самым, когда понятно, что все показания говорят о том, это не Гитлер был, труп которого нашли, это был человек совершенно другой, ничего не сходится. Донтисты говорят, мы таких пломб не делали, там все по-другому. И отметины другие следы операций, которых у Гитлера не было вообще. Здесь нет никакого Гитлера. Но сказали, Гитлер – значит Гитлер. Все. Ну, ладненько. Надо к вопросу, наверное, переходить, чтобы не затягивать. А то уже нас накопилось. До сегодняшний день, кстати говоря, уже признали, что Гитлер не был убит. То есть, он ушел, как и все остальное управление. Управленческий аппарат Германии, они все спокойно перебрались в Новую Швабию. И то, что там, значит, в Южной Америке, там в Аргентине он про это объявлялся, то он мог хоть где объявляться. Ну, в принципе, жили-то они все в Швабии, так и живут до сих пор. И, в общем-то, управление на сегодняшний день сосредоточено именно у германцев. Потому что они управляют и Елизаветой, и Америкой, и всем остальным в реальности. То есть, фактически, хотя Германия проиграла, но в реальности управлять сегодня она. Хотя над ней тоже стоят те же пятиглавцы, те же, значит, там параллельные структуры, рептилии в том числе. Хотя рептилии сейчас изгнали. Да, много чего интересного. Но попытаемся сейчас вместе с нашими радиослушателями и зрителями разобраться в этих интересных вопросах. Стеша У, вопрос эфир. Кто эти непорядочные личности, что сфальсифицировали неверные данные? Спасибо. Да дело в том, что кто управляет историей, тот управляет будущим. Если нас лишили истории, значит, у нас будущего нет. А вы же знаете эту теорию золотого миллиарда, в котором нам вообще там 15 миллионов отведено. Или даже 5. То есть, в качестве рабов, естественно. Поэтому понятно, что они уничтожают всяческую историю, которая, в общем-то, заставляла бы людей гордиться. Потому что многие же русские, они говорят, да мне стыдно, что я русский. И я нигде не говорю, что я русский. Они приезжают за рубеж и ведут себя, как эти иностранцы. А если бы была информация, если бы была история, понятно, что есть чем гордиться, есть что кому показать, есть что сказать. Есть герои, есть вожди. А у нас даже только что и были какие-то вожди, там, Ленин, Сталин, да? И тех обгадили. У нас вообще ничего нету. Если кто-то что-то и появляется, да? На него столько помоев выливают, что стыдно потом говорить, что это человек твой соотечественник. Есть такое дело, есть. Ну, хорошо, идем дальше. Конкретно пальцем не показываю, но понятно, что это был слоненок, как говорил мартышка, да? Афанасий Борщов, кем на самом деле был на поле он? Вот так отдельно написано, на поле он. Ну, в общем-то, это один из римских императоров, один из претендентов. Вот, кстати говоря, вот я как бы тоже рассматривал эти биографии Бонапарта, да? Религия Бонна – это обязательно, потому что эту религию, как пишут нахтут, Махабхарата, к нам принесли рептилии. И она, в общем-то, у всей элиты основная. То есть, они могут там в католичество, там, в идуизм, куда угодно рядиться. Но скрытая религия – это Бонна, где человеческие жертвы, где людоедство, кровопийство, то есть, эти, вампиризм, да? Вот, все это есть, к сожалению, да? Да, поэтому у нас все эти, когда вот с жертвами там скрываются, с насилиями там, там же с детишками в основном, они все эти мерзости творят. Вот, сейчас это все скрывается, но вот сейчас, вот, смотрите, папу там не пускают в Южную Америку. Вот, она, это вторая страна выступает. Из-за этих все вот дел, это же. У нас просто мало об этом говорят. Ну, залезьте в интернет, и там вы найдете кучу материалов. И прокуроры там, и дела разваливаются. То есть, никого не садят. Вот, потому что это все… Вылазь же не может сама себя судить, а делается у вас. Вот, такая вещь. Ну да, когда хватаешь сам себя за левую руку, чтобы она не воровала, то правая рука тоже не может ничего делать. А если уж наручники надел, как жить на свете? Самому себе трудно приговор выносить, тем более его исполнять. Итак, Наполеон-то был претендент на императорский римский трон. Наполеон, да, потом возьмем Сталин. У него же Прежевальский, да? Вот, если сранить лицо Прежевальского и Сталина, в общем-то, они очень похожи. А Прежевальский – это внебрачный сын Александра Третьего. И получается, что Сталин у нас поставлен как тоже какой-то император. Дедушку Ленина возьмите, да? У него же тоже говорят, что его мама нагуляла от Николая. Ну, может быть, не от Николая, но от какого-то царя. То есть, и Ленин, и Сталин – это все незаконные, так сказать, дети, которые могут тоже претендовать на престол. И им, в общем-то, это было позволено сделать. Про Гитлера тоже такая же сейчас информация стала, что и он, оказывается, там чуть ли не родственник Ротшильдов. А Ротшильдов тоже там царские династии обнаружились. То есть, везде борьба идет этих царских династий. То есть, нам смертным туда не усунутся никогда. Ну да, они там хорошо устроились. Друг друга там подтасовывают, подтасовывают. Да. Ладно, идем дальше. Владимир Орлов задает вопрос. Кто таким был князь Герман по нашим преданиям? Ну, вообще, слово «гер», да, «гер» – это уважительное обращение, сохранившееся, значит, и в Пруссии, ну, в Германии. И «хэй» вообще, буква в русском языке, оно означало человека. И у нас вот была «эра», да, и поэтому «хэр», «хэрами» называли тех, которые прожили эру. Эра 24 тысячи человек, 24 тысячи лет. Вот, когда там «этап» прожили, их назвали «хэтами», а кто прожил «калопу», то их назвали «халопами». «Халоп» еще больше, чем «эра». Потому что люди же были бессмертные, и его возраста уже мерили не годами, а именно «эрами», «этапами», «эпохами», ну, или «калопами». Поэтому, в общем-то, «гэр» – это, в общем-то, как бы человек, который прожил уже эру. А «ман» имеет несколько смыслов. Ну, в данном случае это, скорее всего, относится именно к обезьянам. Потому что у нас «маны», да, и «ману», и… То есть, это вообще название «месяца» было. Потому что обезьяны, они в свое время тоже захватывали «маслуну». Ну, на английском оно так и называется «мун» или «ман» на других языках. Вот поэтому, в общем-то, «герман» – это, скорее всего, один из предводителей как раз «антов». «Анты» – это «византия». То есть, это люди-обезьяны, которые, в общем-то, под «игом» которых мы оказались в свое время, и которые нам выдают сейчас за татаро-монгольское «ига», хотя это было «ига» Ханумана, «ига», значит, этих. И поэтому «герман» он тоже к этим же относится. Если бы это было «герман» – русское имя, оно бы не сохранилось. Потому что все сохранившиеся русские имена, тот же самый Ярослав, Святослав, которыми сейчас русские люди называют своих детей, церкви их не принимают. Потому что у нас церковь, она давно уже не православная. Потому что настоящие русские имена не примут. А «германа» примут обязательно. Потому что это «антовское имя». Далее к нам присоединяется Владимир из Мытищ. Здравия, Владимир Алексеевич. Я тоже был фанатом теории Дженебекова. Но потом до меня дошло. Если она работает, то мы должны наблюдать кувырки тел в Солнечной системе повсеместно. Планеты, их луны, спутники, астероиды – суммарное количество близится к сотне. Однако никто из астрономов такого не наблюдал. Так что, похоже, это только лабораторный эффект. Что на это ответите? Ну, они могут наблюдаться, эти кувырки, только в том случае, если на планете происходит изменение предстости Земли, оси Земли. Ну, или оси планеты. Если там нету никаких катаклизмов, то есть, что там, с чего вдруг. Но если потоп случился, то, конечно, тут неизбежно произойдет. У нас же, смотрите, почему вот этот вот час готовится опять кувырок. Во-первых, вот жрецы, которые там, ну, с тех мест мне рассказывали, что они готовят ось, значит, Вифлеем, Иерусалим и Мекка, да, вот в этом диапазоне. И в действительности, смотрите, как возникают оси. То есть, магнитное поле, да, это же, оно вообще возникает, направление, откуда. Есть круговые токи. Но когда у нас Земля крутится, да, в пласты же трутся друг от друга, возникает ток, он небольшой, но он возникает. Трение там, хоть, ну, он едва заметно, но оно есть. Поэтому магнитное поле есть. Сейчас идут моления, там, каждый час, ну, пять раз, там, мусульмане молятся на Мекку, в сторону Мекки. Вот каждый пять часов, в какое-то время, да, происходит моление. Вот это каждый час, там, или через час, там, происходит моление. Звук, он всегда рождает электромагнитное поле. Вот это явление, оно еще было в XIX веке известно, сейчас про него все уже забыли. Но я физику XIX века читал, и я знаю, что такое влияние есть. Но оно, правда, открыто в металле, но оно есть и в других средах, в том числе и в звук. И поэтому, когда идут молитвы, вот этот ток в атмосфере, он рождается, он крутится и закручивает у нас новую ось. Потому что возникает росток, значит, возникает новое дополнительное поле. Хотя у нас еще стрелка, в общем-то, показывает на полюс, но, тем не менее, мы видим, прицесс это идет. Это поле просто, оно импульсное, оно не все время, но оно есть. Изменения происходят. Хорошо, идем дальше. Зоя Кукова, вопрос эфир. Какой смысл фальсификаторам держать в мавзолее псевдо-ленина-маркса? Спасибо. Но смерть-то надо как-то распространять. Ведь доказано уже, что пирамиды, они работают как усилители. Что туда положишь, что вокруг и получишь. Положишь туда жизнь, будет жизнь вокруг. Положишь туда труп, ну будут трупы вокруг. Поэтому, в общем-то, Москва, ну и не только Москва, но поскольку у нас столица России, значит, является, в общем-то, прибежищем всевозможных катаклизмов, смертей и прочих вещей, которые идут именно от мавзолея. Возьмите, значит, любой крупный город. Где у нас стоит тюрьма? В центре города. Зачем он туда поставлен? Для того, чтобы эманации страха, грусти, ревности, тоски, там их больше 30 отрицательных эмоций, которые люди испытывают в этих тюрьмах, равномерно покрывали весь город. И все тосковали, грустили и так далее. Мы захвачены. И все вот эти проекты, ведь возьмите уже ни один дом, не утвердите, если вы хотите правильно сделать архитектуру и сделать его в правильном месте, вам чего-то с два дадут его построить. То есть, все схвачено. Поэтому тут рыпаться-то особо не рыпнешься. Прям безнадёга какая-то. Куда деваться-то простому крестьянину? Казалось бы, да. Ну ладно. Дядя Вася, вопрос эфир. Откуда такая информация про ядерную войну? Про ядерную войну? Видимо, хотят ссылки какие-то получить, чтобы можно было почитать, пощупать, посмотреть. Да, сейчас ведь очень много найдено мест, где до сих пор у нас фон там. В Москве фон повышенный, потому что она подверглась фонбандировке, хотя уже прошло 200 лет, но все равно фон повышенный. Вот озера, которые образовались вокруг, ну где города, значит, там бомбили, вот озера образовались, там тоже фон повышенный. Вот сплавы, вот в тех же пустынях, сплавы вот этого песка, вот и тектиты. Тектиты – это же производная как раз ядерных взрывов, а их по земле, они равномерно располагаются везде. То есть, говорят, что это метеориты, вот. Ну, сложно сказать, что это метеориты, такой метеорит, целая там пустыня, и все это тектитами забито. Ну, вот это как раз вот последствия очень сильных термических воздействий. И то, что в Махабхарате там описано, ну, и те же французы. Я же только одного привел, там, маршал, да, Мюрат, маршал французский, который пишет вот о воздействии температурном. А их много, и они пишут и о язвах, и о выпадении волос, и зубов, все, что характеризует как раз излучение ядерное, и облучение людей, которые после этого болеть начинают. Поэтому фактов очень много в действительности. Просто на них никогда никто не обращал внимания, а сейчас народ стал задумываться, стал искать и обнаруживает. Что в действительности была ядерная война. Ну, вот Стеша в продолжении того вопроса написала в эфир вопрос. Выходит, по вашей информации, бомбежка имела место быть. Спасибо. Ну, уже вы ответили, что да. Конечно. Бомбили, и причем у нас ведь, смотрите, ядерная война, она даже происходит в мирное время. У нас с 1950 года, значит, до 2000 года, более 50 ядерных взрывов. Было произведено в наземных взрывах, которые не относились, ответственность за которые не взяла на себя ни одна страна. А они зафиксированы, есть специальные спутники, которые фиксируют ядерные испытания, где проходят. Вот это американцы запустили. Ну, то они, когда-то 50 с лишним взрывов, которые, в общем-то, никем не производились. Кто их производил? То есть ясно, что есть у нас параллельная структура, и не одна, которая, в примере себя, выясняет отношения. И друг друга периодически бомбят. Мы же там сваливаем, что вот у нас было там под Иркутском где-то ядерный взрыв, да, тоже непонятное, непонятного происхождения. Вроде как американцы. Ну, американцы-то тоже отникиваются. В общем, никто типа не бомбил, да, но почему-то все приметы взрывов явно налицо. Ну, да. Ладно, идем дальше. Надежда Тужилина, вопрос в эфир. Был ли потоп? И если был, то на всей ли земле? Ну, вот этот северный потоп, он был только на северных континентах. То есть вот Азия, Европа и Америка, ну, Канада вернее, они были затоплены в результате вот этого потопа. А вот Апокалипсис, когда я был, там все было покрыто водой. Вообще все. Там, потому что был разбомблен Тартар, а в Тартаре ведь воды находится, по данным геологии, в 6 раз больше до сих пор, чем у нас на поверхности Земли. Потому что он же многоэтажный. На каждом этаже, там свои реки, свои озера, свои моря. Вот, и все это вышло на поверхность. Вот вся эта вот Марианская оппадина, там 11 километров. Ну, где-то около 3 километров, так, средняя глубина океанов. А там же вот 5 километров и 11 километров бывают такие. То есть, сколько этажей пробито Тартара? После Тартара, ну, с тем этажей Тартара, потом же идет Аид. Аид, там его сейчас с Адом связывают. Ну, в действительности, это продолжает там жить старые наши цивилизации, которые сохранили культуру и все прочее. И все достижения. И которые, кстати, не очень заинтересованы в том, чтобы мы тут коптили землю. А вообще потоп был один или все-таки несколько потопов? С какими промежутками они происходили? Ну, вот, смотрите, первый потоп – это во времена Ивана Грозного, это 16 век. Это апокалипсис, который вызвал потоп. Дальше, значит, потоп, который Девкалион. Девкалионов потоп, да. Он произошел вот именно во времена Троянской этой войны. Вот. Дальше, значит, потоп Северный. Это уже 19 век. То есть, 16, 17, 19 получается. Во-первых, Агигов. Агиг – это вообще, он в Библии описан. Это Титан. Называется Агигов потоп. Вот Девкалион, но он тоже Титан. И сын Прометея. Прометея тоже Титан. Ну, Аандарданов – это вот сейчас, я думаю, связано с 19 веком. Вот Надежда Тужилина уточняет. Я имею в виду библейский потоп. То есть, был ли тот самый потоп, который или описан, или придуман в той самой большой книге, которая всем, многим вернее, известна? Ну, а что такое Библия? У нас же Библия, она в действительности современная. Старверова называется Септагентумом. То есть, это уже седьмая редакция. Седьмая редакция Священного Писания. У нас был Каноон сначала, потом Первозаконие, Второзаконие, потом Палия, потом Библия, потом Пентагентум, потом Септагентум, сейчас Септагентум и Септагентум. То есть, разные периоды были разные у нас эти Библии. И в современной Библии, она даже сравнивать с 1905 годом, там тоже много что изменено. То есть, те же самые слова Христа, там, пейте, значит, причащайтесь, значит, фруктам моим и причащайтесь, там, овощам моим. А написано, ешьте тело мое, просвирайте, и пейте кровь мою, вино, значит. То есть, уже людоедство введено на уровень священной книги. Людоедство – это бомба. Ну, вот, пожалуйста. Поэтому все более и более происходит окатоличивание и православие, и всех остальных конфессий. Ну, католичество, в принципе, понятно, да. И то, что там написан этот поток, ну, всего лишь один. Потому что народ-то все равно помнит про поток. С старыми людьми встретитесь, они много чего расскажут. Ну, да, типа хоть что-то, да надо написать. Ну, ладно, идем дальше. Ольга Панькина. Вопрос в эфир. Кому верить? Одни говорят, что монголоидность – это мутация после ядерной войны, а другие говорят, что желтая раса пришла со звезды дракона. Кому верить? Желтая раса, она ведь сложная. Там не только монголоизм, который… Просто, я хочу сказать, что те монголы, которые у нас в Монголии, там, вот, на севере, в Сибири, там, на Алтае, не все они пришли и со звезды дракона. Это все некоторые местные. У нас, у тех, у кого легкая кость, да, они не местные. То есть, у них потомки из других планет. Вот, есть те, у которых тяжелая кость, как китайцы. Они вообще непонятно откуда. Вот. Ну, и наши вот все земляне, они имеют тоже свою плотность кости, которая, в общем-то, характерна для Земли. И для тех животных, которые местные, и для всех, ну, как бы, национальностей, которые сегодня придумали, у них тоже все одинаковая плотность. То есть, это наследственный признак. Он не меняется. Ну, к чему бы там ни делал. Вот, негры, например, они тоже, у них легкая кость, они тоже не из земли. Вот, все, кто не из земли, они стараются породниться с землянами. То есть, приезжает мужчина, если там какое-нибудь племя, да, негритянское, его обязательно положатся всеми женщинами племени. То есть, он должен оставить после себя потомство. Ну, чтобы они все-таки все более и более приближались к нашей, так сказать, конституции. Или, например, на севере точно такая же традиция. То есть, есть монголы, которые местные, а есть монголы, которые не местные. Но они выглядят одинаково почти. Хотя генетика разная. Зоя Кукова, вопрос эфир. Сейчас некоторые силы ведут активную подготовку к возрождению СССР. Это же фальсификаторы, или людей просто отвлекает это изучение реальной истории? Да, причем фальсификаторы? Ну, у них просто такая фикс-идея возвратить СССР. Кстати говоря, сейчас ведь в Европе тоже же тенденция опять возврат к социализму. Все страны бывшего СН, этого ЕС, да, они все тоскуют по тем временам, когда был социализм. Потому что сейчас-то везде есть беспредел. Не только в России, он везде. Но те-то они уже привыкли, западные страны, к этому беспределу они уже научились его как-то сглаживать и обходить. Ну, не задираться там особенно. Ну, у нас-то ведь это... Сколько людей погибло, которые не приняли все это маразмом. Это очень много. Почти Великой Отечественной войны. Скоро догоним, во всяком случае. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Измытищ. Владимир Алексеевич, какую игру ведет Ватикан? Ну, вы можете почитать. В интернете сейчас про него очень много пишут. Ватикан, он же все равно проводник вот этой боновской религии. Поэтому, что бы они там ни делали, что бы они там не пытались скрыть, все равно это вылазить наружу. Вот. Я просто знаю некоторых священников, ну, которые искренние ребята пошли туда. Они ведь не знали, что это такое, да? Но потом уже оттуда не выйти. Вот. Поэтому народ-то, в общем-то, ну, как у нас доверчивый народ вообще. Он верит, что вот люди там говорят, что там, ну, и они не могут обманывать. Они же ведь не обманывают. Ну, и другие, значит, не должны обманывать. А их обманывают, видите? Поэтому с Ватиканом, почитайте в интернете, там сейчас очень много всего. Чем только они не занимаются, каким только маразмом не занимаются. Да, народ у нас доверчивый, это точно. Отсюда многие беды. Идем дальше. Горловое пение. Вопрос в эфир. Владимир Алексеевич, вы лично видели хотя бы одного рептилоида? Если видели, то когда и при каких обстоятельствах? Ну, возьмите, поищите опять в интернете, там, у наших президентов американских, да, охранники, кто они. Ну, если вы найдете эти эфиры, ну, да, ну, у вас сомнений не останется, что это эти элоиды. То есть это видят массы, ну, просто они, как бы, опять же, не обращают на это внимания. А у них точно это рептилоиное лицо. Далее, следующий вопрос от горлового пения. Когда рождается крокодил или змейка, они сразу готовы выживать. Ребенок же, чтобы жить и обеспечивать себя, должен прожить 4-5 лет. Не кажется ли вам, что это родная планета рептилий? Хотя надо отметить, что не только змейки таким образом и крокодилы могут выживать. И многие птенцы, из которых сразу выводятся, и начинают себе там прокорм доставать. Нет, это последствия, то, что у нас дети недоношенные рождаются, это последствия неправильных родов. Ну, во-первых, у нас роды, вынашивание было 18 месяцев, сейчас сократили до 9 месяцев. Во-вторых, у нас было совместное вынашивание мужчин и женщин. Но это, говорят, много всяких фактов, оставшихся именно в строении физиологии человека. Ну, например, аппендис, да? Ну, аппендикс. Вот, пианис. Пианис на латыни означает морской член. Вот аппендикс – это тот участок кишки, непонятный сегодня нашему следователю, который крепился ко второму пупку ребенка. То есть, у ребенка было два пупка. То есть, когда происходило явление склещивания, склещивание, я надеюсь, не нужно объяснять. Сейчас его тоже, ну, там он имеет название вагинизм, в современной медицине, от которого врачи успешно лечат. В народе называлось это склещивание. Склещивание, когда у мужчины головка проникала в матку и происходило ее схватывание, он уже не мог рассоединиться. Из верхней плоти прорастала вот эта пуповина, а у ребенка прорастал аппендикс. Он крепился тоже в брюшине. И поэтому у нас рождались боги. Вот когда у нас совместное выношивание прекратилось, люди перестали, значит, рождаться спарными органами. У нас сейчас спарными органами рождаются два сердца, например, две печени. Бывает, да? Но чаще бывает, что с одной почкой рождается уже, да? Ну, то, что у нас там одна селезенка, одна печень, одно сердце. Вот это как раз последствия того, что человек перестал внашивать вместе с женщиной ребенка. А то, что вместе не вынашивали, тоже много фактов говорит. Например, кабулки у женщин. Откуда это пошло? А это пошло от того, чтобы мужчины и женщины точно подходили друг к другу. Поскольку мужчины, как правило, выше женщины, поэтому девушек сразу заставляли учиться ходить на каблуках. Дальше, значит, почему платья были у мужчин и у женщин? Ну, потому что вот эти вот боги, они ходили в платьях. Это удобно, когда два тела вместе соединено. Во-вторых, то, что четырехрукость или двуликость у богов, которое присутствовало и у римлян, и у индусов осталось. Но это потому, что совместно было внашивание ребенка. Вот, зачем мужчине, например, та же грудь? Но оказывается, мужчин тоже можно раздаивать, и они тоже дают молоко. Вот, и женщин тоже можно раздаивать, и они тоже будут давать молоко, если, допустим, оно пропало, или даже не рожала еще женщина. И все, ну, можно раздаить, оказывается. И эти вещи делались, и в греческих этих мифах дошло до нас, и в других народах это все сохранилось. Вот. Ну, и там еще много других признаков. Язык у нас второй, зачем он? У нас потому, что было два горла. Выражение сохранилось, если живешь два горла, да? Вот. А где два горла-то? Было потому, что второй горлый. Этот язык он распределял. У нас было два пищевода. Один сразу входил... Вот у нас сейчас как бы пищевод в желудок входит, а он входил в двенадцатиперстную кишку и распределялся между поджелудочной железой, которая была вторым желудком щелочным, и в желудок, который был кислотным. То есть вот он, его функция была распределением. Был второй ряд зубов. Вот тоже сейчас нет, но у некоторых людей иногда вырастает. Вот. Ну, и там еще куча всяких этих вещей, у нас, ну, даже взять меридианы, да? Два меридиана печени, там два меридиана селезенки, там, а где вторая печень? Меридианы есть, печень нет. И там второй. Но говорят, перикард, то есть, ну, это сердечный меридиан, второй сердечный меридиан, второго сердца нет. Ну, и другие там много фактов, которые говорят о том, что у нас, в общем-то, парные органы исчезли. Исчезла голубая кровь. Ну, сейчас голубую кровь связывают с рептилиями. У них, во-первых, она не голубая, она... Ну, у них там медь, да? Говорят, медь. Я не знаю точно. Но то, что у нас голубая кровь, она голубая из-за того, что у нас... Вот витамин В12, он в действительности заменитель гемоглобина. И он у нас может вырабатываться в организме, но в малых количествах. Потому что у нас ребенка сразу же составляет страдать. Когда человек начинает страдать, у нас вместо гемоглобины, вместо кобальта, железо. И железо, собственно говоря, и создает вот этот гемоглобин, красный цвет крови. А если кобальт, то она голубая становится. И то, что у нас люди до сих пор рождаются с голубой кровью, это эксперименты тех же самых по вращиванию сверхлюдей Гитлера и Сталина, которые были, проводились, да? Кстати говоря, вот эти поселения основа швабия. Кого удалось спасти? Потому что у нас-то их расстреливали. Но не всех, конечно. Потому что они же знали свою судьбу. А не потому что дети у них рождались такие знающими. Потому что там было все соблюдено под православным традициям. И дети рождались очень высокого уровня. И сейчас до сих пор рождаются дети высокого уровня. Горловое пение уточняет, что он именно просил уточнить не то, что вы видели где-то в интернете, а то, что видели ли вы лично. Потому что, к примеру, можно куча посмотреть фильмов. Например, фильм «Аватар». Вот как он здесь пишет. И сказать, что на Земле живут аватары. Ну и так далее. То есть вот он просит, кроме тех ссылок, которые дали на охранников, видели ли вы, общались ли вы с рептилоидом? Да нет, конечно. Дело в том, что у нас на Земле в 2011 году рептилии выгнали с Земли. Новые появились у нас кураторы. А тех, которые у нас помесь, вот, так и вы их тоже видите. Они все у нас в управлении. Не буду перечислять и показать пальцами. Ну, это слоненок. Ну, да. Хорошо. Идем дальше. Владимир Азаматич пришел вопрос. Где дети Гитлера в США? Где? Если он там был. Должны быть дети. Ну, он не в США, он же в Аргентине, там у них база была. Вот. Ну, они тоже все в Швабе живут. Вот. И потом, ведь у них наложены путешествия. Они же и на Марс летают, и на Венеру летают. Ну, то есть, на Луну. То есть, близкие эти все планеты, ими освоены. Вот. У них там поселение на Марсе, на том же самом, организованном на Луне. Там организовано. Но это то, что я слышал. Про Венеру точно не могу сказать. Только то, что этот, вот эти вот последние разоблачения этих американцев, которые говорят о том, что везде, в принципе, сейчас люди живут. Но это все немцы, германцы. Понятно. Ну, и в заключение еще вопрос от горлового пения. Прочитаю. Именно поэтому специально нагнетается массовая истерия в книгах, что элиты – это рептилии, чтобы ментально привязать к элитам эту силу за счет простофиль. Ну, это не специально делается. Оно так и есть в реальности. То, что они стоят в власти, то, что они нас опускают. Ну, причем, видите, эта элита, она хоть там а не помесь там и так далее, они все равно как бы к людям пренебрежительно относятся. И они выполняют функцию для того, чтобы подготовить человечество к освобождению нашей планеты. Они ее хорошо выполняют. Хотя они не понимают, что от них тоже могут освободиться. Ну, обычно не верят в это дело. Вот, получается-то, что интересно? Вот сейчас вот заметили, что идет насаждение идеи плоской земли. Вот это признак вообще полного дебилизма. Вот, я удивляюсь, что какие-то даже физики находятся, якобы какие-то факультеты там кончали, которые утверждают то, что мы дребедим, да? А я по-другому это не назовешь. Вот. Это признак дебилизма, неразумности. И если человечество сейчас признают неразумным, поскольку у него пока еще статус условно-разумный, вот, то пишите пропало. Раз мы неразумные, ну, с нами можно делать все, что делают с кроликами. Могут подвинуть вообще земли, могут всех перерезать, как кроликов могут, значит, забрать там к себе на другие планеты работать. Ну, и другие там мерзости, которые можно делать с животными, с неразумными, потому что они все равно еще не понимают. И вот нам сейчас это усиленно внушается. Причем идет это уже из телевизора, с экранов, не только с интернета идет. Вот это очень опасно. Очень опасно. И я понимаю, что некоторым там заплатили по 30 серебряников, чтобы они эту муру мололи. Но в реальности-то они работают, да? на эту... И эта элита работает. И НАСА так же само посталось, значит, себя же обгадить, что никуда не на луну, никуда не летали, что вот это все фальсификация. Хотя я не думаю, что все фальсификация часть рейсов, но, ну, естественно, все равно было. Вот то, что там якобы радиация, и от нее нет защиты. защита есть. Это я тоже точно знаю. Просто об этом не рассказывают. И многие из наших уже физиков решили, что да, они не летали. Потому что они бы тогда все облучились и поумирали. Они все еще живут. Но не все, правда. Ну, многие. Но просто защита есть. И была. И в принципе она и у нас тоже была разработана. Не знаю, насколько она внедрена. Поэтому, в общем-то, элита, она в реальности работает против человечества. И то, что ее там называют рептилиями или еще что-то. И им-то вообще это все дофинь параллельно, как сейчас говорят. Они чувствуют себя вне опасности. То есть, им ничего не грозит с нашей стороны. Ну, какой-то там Айк что-то вякает. В Швейцарии, да. Вот. Или в Англии, где он сейчас там. Откуда его еще не выгнали. Ну, и где-то в других там странах тоже есть такие. Ну, это же все несерьезно. Это же не рождает никакого протестного движения. Не рождает движение за освобождение земли. Не России конкретно, а земли. Потому что в действительности все находятся в рабстве. Америка, и Англия, и вся Европа. Их просто нас травливают друг с другом, да. Чтоб мы никогда не объединились. Чтоб не было человечества едином целом. Чтоб можно было выступить против. И сказать, что убирайтесь. Мы разумные люди. Мы сами способны решать свои вопросы и определять свою жизнь. И этого не произойдет, пока мы не объединимся против этой элиты. Я думаю, что не произойдет объединение до тех пор, пока мы не станем разумными. А не наоборот. Говорить, что мы разумные, можно бесконечно. Но при этом делать совершенно ужасные глупости. Вот сейчас и происходит такое. Многие кричат, мы крутые, мы там боги, мы такие, мы там эти, мы можем там то делать. Но это слова. А на практике, как сидели в кое-чем неплохо пахнущем, так и сидят. Но при этом громче всех кричат. Поэтому сначала надо стать разумными, на этой основе объединиться, а уже потом, когда стали хозяевами, можно управлять своей землей. В том числе вежливо, а может быть и невежливо, попросить кое-кого кое-куда уйти. А так можно, как рабы, кричать, что мы недовольны хозяевами. Сначала мы должны перестать быть рабами, то есть стать разумными. Вот здесь такие реплики интересные появились. Зачитываю, заканчиваем эфир. Один парень пишет, усмотрел, что на YouTube там человек говорит, что все бабы рептилоиды, и поэтому они красятся. А в ответ девушка отвечает, а я думал, все мужики рептилоиды и пришельцы. Вот такое взаимопонимание межполового общения. Ну что ж, давайте будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Напоминаю, встреча у нас посвящена теме фальсификации новой истории. Исказитель у нас Владимир Алексеевич Шемшук, и я предоставляю в заключении возможность что-то пожелать доброе, вечное, чтобы как-то так вот из этой безнадёги-то вывести народ-то. Надо что-то хорошее сказать. Ну, особого весёлого, конечно, не скажешь. Сейчас у нас тут в мире, сами видите, что творится. Всё время нас пытаются втянуть в какие-то войны, какие-то разборки. Сейчас вот опять же готовятся на выборы президента, всякие выступления, всё прочее. У нас в действительности эти все ситуации, они провоцируются специально. И вот надо всегда стараться не поддаваться. Я сейчас не буду всю эту закулису, кухню вскрывать, которая крайне неприятна, но кто понимает, о чём речь, когда тебя просто вербуют на эти конфликты, вот просто никуда не вербоваться. Ну, нет денег, ну, займитесь сельским хозяйством, чтобы себя можно кормить и семью кормить. А не поддавайтесь на эти все вещи. Я понимаю, что у нас эта индустриализация, которая специально насильственно была сделана, и человек был согнан с земли для того, чтобы, в общем-то, потом стать беспомощным, неспособным не прокормить ни себя, ни семью, и быть всегда зависимым от кого-то, от каких-то там дядей, тётей, которые управляют заводами, там, фабриками, где мы вынуждены были работать, да. Мы перестали быть хозяевами. А чтобы стать хозяевами, надо, в общем-то, возвращаться на землю, и тогда никуда нас не завербуют, и никуда мы не поедем. Не в Сирии, там, не ещё куда-то. На этом весёлом, так сказать, и не очень оптимистичном прогнозе или пожелании я бы хотел закончить свою речь. Кстати, очень замечательное пожелание, не знаю, как нашёл прогноз, но пожелание правильное, хорош на мой взгляд. Только самообеспечив себя, можно говорить о том, что ты от кого-то независим. А если ты сидишь и смотришь в сторону супермаркета, привезут, не привезут, и в сторону работы заплатят, не заплатят, то в этом случае, ну, кто тогда? Ну, всё очень просто. Ну, что ж, друзья, наш эфир подходит к концу. Напоминаю, что по одному из современных календарей 23 января 2018 года вторник по одному из старинных третий день месяца в юг и с ту же 7526-го лета шеститься. Фальсификация новой истории. Это тема сегодняшнего нашего живого эфира была такая. Сказитель Владимир Алексеевич Шемшук, низкий плакон Владимир Алексеевич за интересный эфир, может быть, для кого-то показавшийся спорный, может быть, кого-то сподвигнет для поисков размышлений. А вдруг провокация очередная? А вдруг где-то ошибка? Вот давайте, ищите, ищите. И я благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, кто участвовал в эфире, писал вопросы, реплики как на новом сайте SlavRadio.org в чате, так и на нашем канале в YouTube youtube.com слэш SlavRadio. Очень все было здорово, все замечательно. Если у вас будут пожелания и какие-то предложения, пишите в редакцию, будем разбирать, приглашать и в частности Владимира Алексеевича и других интересных сказителей, кто даст какие-то свои представления. А уж правда это или не правда, как говорится, Народное славянское радио не всегда согласна с тем, что звучит в эфире от сказителей. Это надо помнить. Всем добра, друзья мои. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться.